Всем привет! Меня зовут Виталя. Меня зовут Настя. Это Вигея. А ты? Она Ева. Я родился в верующей семье. Мой дедушка и отец, пасторы, с детства они вкладывали в меня библейские истины. Поэтому, естественно, для меня было важно сохранить чистоту отношений с моей невестой до брака. Сейчас стало модно венчаться, но на самом деле далеко не все понимают, что это всё очень серьёзно, что мы сохраняем чистоту до брака, что мы храним себя перед Господом, и Господь всё это видит. И когда священник нас венчает, то это происходит перед небом, перед Богом. И это значит, что мы будем перед церковью, и это значит, что мы будем стараться сохранить всеми силами наш брак, и мы делаем это перед Господом. И когда мы в чистоте, то я знаю, что Бог поможет нам, когда у нас будут какие-то проблемы или неприятности, или непонимания, как бывает в любой семейной жизни, я знаю, что Бог поможет нам, потому что мы были чисты перед Ним, и Он это видит, и ангелы это видят, и церковь это знает. Мой отец всегда был для меня примером в делах, в семье. И сейчас, когда у меня появились дети, я также хочу жить так, чтобы являться для них примером. Для нас очень важно быть в церкви, быть частью церкви, потому что у нас в церкви есть друзья. Мы знаем, что в церкви нас могут поддержать словом, делом, молитвой. Например, когда я была беременна нашим первым ребенком, Евой, то мне говорил генетик, что очень велика вероятность того, что ребенок родится с синдромом Дауна. Были разные анализы, которые говорили об этом, и она предлагала мне сделать аборт, и очень настаивала на этом. Она говорила, что тебе всего 18 лет, зачем тебе ребенок Дауна? Это было не точно, но была велика вероятность этого. И я твердо ей сказала, что я не буду делать аборт, и что даже если ребенок родится больным, то я все равно буду его рожать, потому что это наше дитя, и как бы там ни было, то Господь нам поможет, потому что Бог нас довел до этого места, и дальше тоже поведет. И родилась здоровая девочка. Я знаю, что братья и сестры молились, молились родственники, и вот она здоровая. Слава Богу. Вне церкви я не знаю примеров, когда семья бы была крепкая, то есть не разводились, не изменяли, жили в согласии, но в церкви я вижу эти примеры, когда братья и сестры, хоть может быть и в семьях не все хорошо бывает, но они всегда верны, любят Господа, любят друг другу, проходят какие-то вещи, поэтому мы благодарны также церкви, и Господу Иисусу. Мы на самом деле счастливы, что мы являемся частью нашей церкви, потому что в трудные минуты церковь всегда рядом, братья и сестры всегда рядом, они всегда готовы помочь, готовы помочь не только словом, но и делом, молитвой, и мы действительно видим это в своей жизни, потому что, например, когда мы рождали наших детей, то у нас практически ничего не было, мы были, ну, мы сейчас очень молодые, были еще моложе, и во всем церковь помогала, даже в банальном детских вещах, ванночка, кроватка, нам помогала церковь. Верующая семья — это не просто обычная рядовая семья, это семья, основание которой Иисус Христос. Это значит, что, например, вот когда в семье рождается ребенок, то говорят, что он царь, или что от него зависит вся жизнь остальных членов семьи, но это не так. Верующая семья — основание и главенствующий Бог, Иисус Христос. Христу подчиняется муж, муж — глава жене, и потом уже дети. Это значит, что Иисус Христос — глава семьи.